Здравствуйте! В эфире «Чигемская правда». Сегодня мы будем говорить о обычной абхазской проблеме, о затяжном политическом кризисе, который вновь обнажился и он пришел как-то вдруг неожиданно для нас. Сразу же после праздника Победы все опять закрутилось и это известная история, когда там депутат парламента вместе со своими земляками-адзюбженцами в День Победы хорошо посидели, потом, как часто это у нас бывает, постреляли в воздух и милиция, во главе с министром внутренних дел, наводила порядок, так навела, что в общем-то вышел достаточно серьезный политический кризис, который собрал у стен парламента митинг, не только адзюбженцы подтянулись, подтянулись и оппозиционная среда подтянулась. В общем, не только об этом мы сегодня, но и о нескольких проблемах, которые существуют уже хронически в нашем обществе, мы об этом поговорим сегодня с писателем, известным нашим писателем Надеждой Венедиктовой и нашим постоянным экспертом Астамуром Тани об этой проблематике. Надя, я знаю, я читал даже твой пост по этим событиям, вообще, как ты сейчас вот смотришь на все то, что произошло, и как все это вот как бы временно пока разрешилось? Ну, я предлагаю посмотреть на ситуацию более широко, потому что, ну, ситуация, это сама конкретная ситуация, там ведется разбирательство, генпрокуратура, и подождем, так сказать, ее решение. Я предлагаю начать с того, что у нас в стране культ пистолета, культ оружия, культ силы. И из этого исходят многие проблемы. Потому что, когда в мирной современной жизни, а я надеюсь, что мы все-таки стремимся построить современное государство, да, вот, значит, считается, что ходить с пистолетом, стрелять, это все нормально, то мне, как мирному человеку, кажется, что это неправильно. Потому что культ оружия – это культ силы, а культ силы всегда препятствует культу закона. Вот эти две противоборствующие силы, они у нас находятся в таком положении, когда культ силы, пакуют все время закон. Вот. И я хочу начать с очень простенького примера. Вот мы себя позиционируем, как курортная страна, да, что мы основные деньги зарабатываем на курорте. И я напоминаю о том случае, который был в Самшитовой роще в июне, да, в самом начале курортного сезона. Понимаете, для меня нормальный гражданин – это тот, кто соотносит себя со своей страной. Тот, кто заботится о ее благосостоянии, о ее репутации и так далее. Я не могу себе представить, чтобы нормальный гражданин с пистолетом, тем более, что этот гражданин имел раньше проблемы с правоохранительными органами за незаконное хранение оружия, он приходит туда с пистолетом, его пропускают, хотя там какая-то охрана есть, начиная там в баре приставать к девушкам, которые сидят со своими мужиками, и когда ему дают такой небольшой отлуп, он стреляет по ногам. Но это дикая ситуация, тем более Самшитовая роща – это один из самых таких престижных, респектабельных курортов нашей страны. И там происходит эта ситуация. Мне кажется, что, понимаете, ну, это нельзя было спустить просто на тормозах, как один из руководителей Самшитки сказал, что давайте не будем раздувать. Вот как раз это надо было, понимаете, как показательный пример. Человек не думает ни о чем, он думает только о своем каком-то примитивном удовольствии, о своих понтах. Слушай, а в начале курортного сезона ты приходишь и вот такую штуку учиняешь. Мои московские знакомые, кстати, этой зимой там отдыхали, очень довольны. И говорят, такой цивилизованный курорт. И вдруг тебе бах! Это, понимаете? И мы об этом не говорим ничего. То есть мы все вот эти проявления силы, ну, как-то принимаем, как какие-то привычные явления. Ну, там кто-то слегка повозмущается, и все. Понимаете, ну, нужно отходить от культа силы. Понятно, что культ оружия был раньше, когда опасная жизнь была, когда тебя там подстерегала опасность, особенно на Кавказе, с каждого куста, когда был там принцип родовой мести и так далее. Но сейчас, если мы хотим построить правовое государство, которое обеспечивает всем своим гражданам равные права и комфортные условия жизни, не должно быть, что кто-то без пистолета, а кто-то ходит с пистолетом. Ну, у нас, я думаю, это не сегодняшняя проблема. Она давно у нас стоит, и, мне кажется, в общем-то, и само общество, оно стало таким, как бы, очень агрессивным. И, мне кажется, вот это отсутствие в реальности такого закона, которое, как дышло у нас все время куда-то по-своему все время трактует, оно создает, наверное, может, условия от того, что люди вооружаются. Они надеются на себя, на свой род и так далее, на своих друзей и так далее. Мне кажется, с другой стороны, конечно, я смотрю на эту проблему чуть-чуть, как бы, действительно пессимистично, потому что это оружие, оно везде. Оно везде. И странно, когда ты видишь, там, допустим, в тех же ресторанах, и там, где на улице, молодые люди, там, 20-20 с чем-то лет, и носят. И я знаю, что они носят, официально носят, они получают это разрешение. Это не я не выдаю это разрешение, не ты, и не Астамур выдает разрешение, то есть это легально. И я думаю, когда там власти, там, возмущаются по поводу оружия, но, извините, ну, не мы власть, вы власть, вы этим людям раздаете оружие, а потом возмущаетесь. Я об оружии потом хотел бы поговорить, Астамур, все-таки, учитывая, что ты, в общем-то, такой человек, который делает периодически политический анализ ситуации, как ты думаешь вообще, вот, вроде бы договорились, что до понедельника все как-то разрешится, в ту или в эту сторону. Что это будет, политическое решение, или это будет такое некое правовое решение? Ну, естественно, это будет политическое решение, которому будет придан правовый характер. Так на тормозах спустить эту ситуацию не получится. Я тоже хочу посвятать пример надежды и вот шире на этот вопрос посмотреть. Этот вот эпизод, ну, он же не единичный. У нас это все носит систематический характер. Значит, для этого есть определенная среда. И мы давайте вот посмотрим на состояние наших политических элит, нашей власти, всех ее ветвей. Мы видим, что туда, в массовом порядке, пошли люди, представляющие или не чуждые, так скажем, уличные субкультуры. И вот ты, бывает, когда смотришь по телевидению, трансляции, там, заседания, парламента, вот, и ты понимаешь, вот, порой там вот такая тональность разговора, она идет в духе вполне узнаваемых, вот таких уличных наездов. Эта политическая культура, она транслируется в общество, она становится нормой. Вот какая опасная тенденция. И вот ты когда смотришь, ты видишь, ты понимаешь, что вот представители сидят исполнительной власти, вот законодательные обсуждают некоторые, некие вопросы. И ты приходишь к выводу, что эти люди не знают конституцию Абхазии и ее законов, которые они обязаны обеспечивать. Как они могут выполнять свои функции, совершенно непонятно. Вот у меня вот такое есть предложение для, не знаю, для всех представителей нашей власти. Пусть они, если это сохранилось в архиве телевидения, пусть они возьмут, как заседали, до военной сессии Верховного Света Абхазии. Там были две противоборствующие фракции, грузинская и абхазская. Они с друг другом разговаривали намного корректнее. Понимаете? Мы вот ждали, когда они будут говорить. Ждали, потому что шел обмен аргументами. Не было никакого крика. При том, что накал политической борьбы был очень высокий. Что сейчас мы здесь делим? Временами даже страшно. Да. Что мы сейчас здесь делим? Вот такое принципиальное. Тогда принципиально вопросы стояли. Может быть, вот эти люди, которые, я не говорю, это и парламента касается, и исполнительной власти. Вот они посмотрят, может быть, они в ум придут. Это будет служить примером. Или, может, скажут, ну, знаете, нам, в конце концов, не место здесь. Это же надо по телевизору транслировать. Потому что, ну, вот мы говорим, вот мы же хотим, чтобы у нас жизнь сегодня была лучше, чем вчера, завтра была лучше, чем сегодня. Это же, естественно, наше стремление. Так? Мы, к сожалению, этого не наблюдаем. Ну, как это может происходить, если у нас власть предыдущая была более компетентная? Это постоянно. Это происходит с... Это у нас тенденция уже прочная. Предыдущая власть лучше, чем нынешняя, будущая хуже, чем нынешняя. Ну, а как может быть стать лучше жизнь, если у нас людей, которых мы выдвигаем в депутаты, назначаем на ответственные министерские посты, они меньше соответствуют критериям, не знаю, каким-то... Не только профессиональным, но в конце концов... Ну, а иногда, знаешь, вот я помню, когда вот этот золотой парламент заседал, мы включали, ну, удовольствие получали, от чего они говорят. А сейчас испанский стыд какой-то. Понимаете? Это же... Это все ответственность наше общество. Естественно, если мы дадим захлестнуть вот этой субкультуре, вот этой субкультуре, или культуре насилия, как Надя сказала, наши официальные структуры, ну, никакому... Современные государства нельзя выдвигать. Ну, как может построить... Современные государства не могут построить невежды, даже очень патриотичных. Это совершенно исключенный вариант. А в этом будет вот такое постоянное выяснение отношений. И это будет, если, ну, это не будет, как, не знаю, как в Испании, в Германии, фашизм, с гестапо-эсэсовцами. Это будет разновидность вот Гаити, там, Тантон Макут и Белли, квази-правоохранительная структура, которые могли, по указанию преступной группировки, которой из себя представляла власть на Гаити, вот, расправляться с людьми, которые... Или по своему смотрению это делали. Понимаете? Ну, мы же видим, что... Вот для меня очень показательно, вот сейчас пересылают везде, Олег Нестович Доминиев сказал, это вот ужасная страна, говорит, получилось. Он говорит. Сейчас на заседании у этого, ну, у президента Гиви Допуа. То же самое, да. Сказал, что он хочет здесь жить. Но некуда ехать. Это люди основоположные, они входят в число, а создатели этого государства, Олег Нестович Доминиев, и вот Гиви Допуа, ну, надо же, потому что они по-другому формировались. Вот мы всегда говорим, Владислав Владислав, или других соратников Владислава вспоминаем. Ну, для чего мы их вспоминаем? Чтобы ими прикрываться, или чтобы следовать каким-то лучшим примерам. Ну, посмотреть просто. Надо сделать отдельную рубрику, вот просьба и к телевидению, и к парламенту. Пусть показывают, как эти люди вели парламенту, как отстаивали государственные интересы, как они разговаривали, какая культура была взаимоотношений. Это все очень важно. Иначе мы скоро не отличим. Они скоро будут стрелять друг в друга на заседаниях кабинета министра, парламента, бить друг друга. Тут к этому не можем прийти. Ну, с другой стороны, у нас действительно огромные проблемы с соблюдением прав человека. И Надя говорила об одной стороне, об оружии, которое все время где-то возникает и где-то стреляет. Но с другой стороны, есть правоохранительные структуры, которые, в общем-то, тоже особо не отличаются как бы законопослушностью. В силу того, что я журналист, периодически смотрю различного рода ситуации, как они развиваются. Там известная история, когда задержанный Тарба скончался от пыток. И потом этих людей, которые милиционеров оправдали. И вот этот суд ты смотришь над этими людьми. И, в общем-то, такие фантастические вещи там произносятся, что вот в камеру, то есть в комнату, где проходит допрос, вдруг кто-то врывается. То есть это все происходит в МВД. Кто-то врывается в масках, выкрадывает твоего арестанта и обвиняемого, и куда-то исчезает. И потом этот человек, который отвечал за этого арестованного, он впадает в шок. А потом после шока, когда вышел из шока, он просто пошел домой. То есть и дело в том, что вот эти показания, они принимаются за чистую монету. И суд говорит, да, конечно же, он просто пошел домой. То есть и мы не находим этих людей, которые участвовали в этом беззаконии. То есть нам нужен как бы вот этот ажиотаж, ажиотаж, нам нужно некое давление общества со стороны. Нам нужно, чтобы те же адзюбжинцы сюда подходили к стенам парламента, чтобы какие-то очевидные вещи пускать в некое правовое русло. То есть я понимаю там, Нади на возмущение, когда люди стреляют с пистолета. Я вообще этого не воспринимаю. Праздник, не праздник. Оставьте это оружие в покое. Не стреляйте. Всякое может быть. И очень многое чего происходит, когда люди там невинные, которые пришли на свадьбу где-то посидеть и погибают на этой свадьбе. Не стоит. Да. Но когда ты милиционер, как бы и после тебя, как на поле брани остаются раненые, и ты их покидаешь, не оформляя ни протокола, ничего, у меня возникает вопрос, а настоящая ли это милиция? И куча таких вещей. Да, я здесь вообще никого не собираюсь не защищать, ни депутата парламента, который тоже как бы эмоционально, не эмоционально, ты достаешь пистолет, но ты должен понимать, что на тебя все смотрят, в конце концов. И это плохой пример, когда ты стреляешь. Да, но когда для того, чтобы одно административное нарушение, оно кажется, стрельба у нас, к сожалению, она просто является, попадает под административное нарушение. И ты, как бы препятствуя, как бы приводя, как его к порядку в этом административном нарушении, к закону приводя, совершаешь еще более тяжкое преступление, которое тянет на уголовную статью. То есть у нас, к сожалению, вот эта парадоксальная такая ситуация сложилась, что слишком вольное отношение к закону. Ну, если есть культ силы, культ оружия, он пронизывает все общество, в том числе и правоохранительные органы. Они такие же члены общества, как и мы. Но культ силы, мне кажется, создали все-таки наша политическая элита, которая в какой-то период, потеряв аргументацию, она поняла, что самым главным действенным аргументом является сила. И вот эти периодические... Если бы из общества не шли импульсы, никто бы это не поддержал. Там штормы всяких административных зданий, в том числе и президентского дворца, это вот как бы самое такое, наверное, главное... Ну, это просто наиболее явное проявление вот этого культа силы. Мы вот стоим на пороге очень серьезной ситуации. Когда окончательно будет в архив сдана политическая культура, на основе которой Абхазия формировалась, она просто становится у нас широкой. Вот эти все разговоры про абсора, про уважение, про независимость, суверенитет, это закон, порядок, это все ширма для совершенно других дел становится. Это же мы находимся на пороге. Это только на властах очень главная ответственность лежит. Но это ответственность общества. Ну, слушай, ну, в конце концов, вы очень помните, когда выбирают депутат до войны. Что мы хотели? Мы хотели, что депутат мог достойно представлять Абхазию на политической арене. Этого мы хотели от него. Выбирали поэтому самых образованных, самых лучших. А помните людей, которые не попали в парламент, а ближайшее окружение составили. Это тоже были просто лучшие представители нашего общества. То есть, если мы знаем, если бы это депутат не пройдет, ну, другой пройдет, который ненамного ему уступает, а может превосходить. Они примерно в одной категории были люди. Сейчас кого избирают? Сейчас избирают человека, который будет лоббировать узкие какие-то клановые интересы. Может, преступные интересы будут лоббировать, понимаете? То есть, общество такой заказ формирует для формирования, для того, чтобы создать власть. Это все но если мы это не остановим, не придем в ум, это просто необретимо. Это просто здесь невозможно будет жить законопослушному человеку. Чтобы выжить, он должен будет вооружиться, обзавестись агрессивной роднёй или принудой к какому-то клану и оставить свои естественные права. Вот ты говорил про права человека. все время у нас гранут эти права человека. На Западе почему права человека появились? Это социально-экономическая необходимость. Вот эта вот картина, которую мы видим на Западе, это в том числе следствие защиты прав человека, защита собственности, защита личности. С этого начиналось. Это начиналось еще в Средневековье. Это оттуда берется. Поэтому если мы хотим, что мы говорим правовое государство, включает уже права человека, защита их. Чтоб человек пошел защищать свои права не в оружие свою, понимаешь, а прошел в органы власти. Вот. А это их обязанность. Если они не будут делать, все вооружаться и будут сидеть в окопах. Нормально было так жить. Без света, без воды. Ты говорил о том, что вспоминал о том, как формируется тот же первый парламент и так далее. Но это все-таки была такая ситуация, когда существовало грузино-абхазское противостояние и так далее. И само абхазское общество, не только абхазское общество, не грузинское, потому что и русские, и армяне, и греки, и так далее, они выдвигали людей, которые могут на интеллектуальном уровне показать некий другой политический продукт, другую перспективу. И, кстати говоря, мы тогда выглядели намного лучше. Исходя вот так, смотрю, те же кадры, о которых ты говоришь до военного парламента, ты понимаешь, что у нас достаточно хорошие выдвиженцы были, те, которые умели говорить, излагать мысли, аргументированные и так далее. сейчас в общем-то этого нет, но я наблюдаю на примере этой же истории, которая произошла в День Победы, я наблюдаю реакцию вот этих, кстати говоря, и тех людей, которых мы тогда в конце 80-х, в начале 90-х выдвигали на эти в общем-то представительские, давали им такие представительские функции, я наблюдаю, то есть в зависимости от того, здесь же не важно, кто что, не важно действие, не важно, что ты сказал и как ты, кто сказал, важно, кто это говорит, то есть исходя из действия, то есть смотрят, оценку дают, исходя из того, кто участвует в этих, то есть люди, которые там, допустим, провластно настроены, они апеллируют исключительно, я вот читал заявление Айтайра совместном и Айтайра и Анцахара, где, в общем-то, все заявление было посвящено депутату парламента, который там пистолет и так далее, и он почему-то должен быть временно сложить свой мандат, то есть свое неприкосновение, хотя такой процедуры, кажется, вообще нет. Нет, времени назад можно снять, но снимать временно на мандат, это не не снимает, но как бы с другой стороны и при этом как бы и не вспоминают про людей, которые избиты, да, я сейчас даже не пытаюсь проставить акценты, что они ветераны и так далее, люди, это наши граждане, даже не граждане, были бы россияне, были бы просто избиты, были бы, это действительно как бы нонсенс, да, такой правовой, чтобы людей вот так бросили и ушли. Мы, к сожалению, исходим не из норм закона, а нормы закона, они всегда так прописаны, чтобы людям было удобно жить, как бы удобно жить, и это государство более спокойно, и безопасно, это государство как бы дальше развивалось бы, а не жило бы от кризиса к кризису, но, к сожалению, из-за вот этого, как бы, такого дисбаланса взглядов на проблемы, на любые проблемы, да, через всякие, обычно мы смотрим, через призму политических предпочтений, у нас такой кавардак, и мне кажется, здесь, наверное, все-таки это ответственность наших политических элит, в общем-то, чего пенять на обычных наших всех ответственностей. Инал, я вот сейчас, извиняюсь, потяну одеяло на себя, и ответственность и политических элит, и ответственность каждого гражданина. Да, у нас все-таки, мне кажется, это все взаимосвязано, правопорядок и так далее, и отношение общества к власти, и отношение к власти, к самому обществу, к своим гражданам. И отношение граждан к своему государству, да, оно все-таки взаимосвязано. Как ты думаешь, вот сейчас, в контексте вот этого произошедшего, мы способны вообще делать какие-то выводы? Сидим, делаем же выводы. Нет, я имею в виду, мы там можем делать выводы, я имею в виду вот из этой ситуации, допустим, с того, с чего у нас начинаются кризисы, у нас в реальности начинаются кризисы, наверное, с малого. На самом деле, у нас кризисы не начинаются уже давно. Мы живем в состоянии кризиса, и он не решается. У этого кризиса вполне ясные социально-экономические и политические причины. Просто перевороты эти все, они являются следствием этого всего. сейчас эти причины не устранены. И сколько бы политически разные организации не говорили не допустим переворотов, это ничего не значит. Потому что власть должна выполнять свои функции. Если она занимается устройством социально-экономической комфорта более-менее жизни в интересах всего общества, ей не будут грозить никакие перевороты. Понимаешь? То, что мы наблюдаем, это как раз признак того, что перестает работать законный метод. Вот что происходит. Вообще это же у нас резонанс такой приобрело, потому что это с участием представителей власти произошло. Может и хорошо общество сконцентрируется на этом внимании. И символично еще в день победы, что пострадали ветераны, авторы этого всего государства. Понимаете? Это же все-таки какой-то сигнал в головной мозг поступить. Давайте разберемся, почему это произошло. Почему, допустим, там же дети ветеранов участвовали в этом все дело. Ветераны, их дети. Откуда такое безжалостное такое отношение? Ну, вообще я не понимаю, как можно с человеком таким образом обойтись. Это же даже со зверем некоторые так не... большинство людей не позволят со зверем себе так обходиться, как... Что это за методы такие варварские? Ну, это все нужно рассмотреть. Не получится. Если мы будем опять заниматься по партийному принципу, отстаивать интересы своего права, неправа, по клановому партийному политическому принципу, будем отставить вот эти интересы, защищать своего представителя, мы хотим гражданской войне прийти? Надо чуть-чуть подняться над вот этими клановыми групповыми интересами. Ну, слушай, мы же мы можем сделать так, что мы друг другу жить здесь нормально не дадим. Ну, зачем? Нужно взять, вот сказали прокурору, пусть разберется прокуратура, здесь помимо закона еще есть моральная оценка, вот соответственно всем пусть хотят Абсуров привлекут, хотят привлекут основные наши законы, которые у нас есть, нужно решить эту проблему так, чтобы общество сказало молодцы, они решили ее справедливо по закону, не исходя из того, что сват, брат, родственник или кто. И все в той мере, в которой они виноваты, правоохранители, депутаты, они должны в соответствии с этим понести ответственность, чтобы это не повторялось и не шло дальше. А сколько людей, которые вообще бесправные. Хорошо, вот у него никого нет. Ну, затоптали его, пошли дальше, он умер, ну и помирает. С другой стороны, мне кажется, это же сигнал. И вот так и надо использовать. Любые негативные события в стране надо попытаться обратить себе на пользу в качестве опыта. вот это, если мы не способны сделать, ну, я не знаю, тогда рецептов никаких нет. С другой стороны, мне кажется, очень, у нас последнее время, не только последнее время, часто апеллируют абсоры и так далее, этим духом, но мне кажется, вот здесь у нас огромная проблема. Мы стали слишком агрессивны, мы недоброжелательны друг к другу, и тот же конфликт, который, в общем-то, произошел, вот все эти события, они могли, ну, мне кажется, что пойти совершенно по иному сценарию. Ну, да, человек там в день победы, да, совершил плохой поступок, пострелял. И, да, милиция пришла, среагировала, увидела там, стоят ветераны войны, стоят, стоят депутаты. Я думаю, если просто тот же министр подошел бы, да, и сказал бы, слушайте, ребята, я понимаю, праздник, но здесь еще и люди есть, да, да, ты депутат, ты имеешь право этот пистолет носить, да, может, разойдемся, то есть, всегда можно найти, но мне кажется, вот это, вот это, вот этой дипломатии, вот этого взаимоуважения, опять культ силы, да, культ силы, да, у нас есть, я думаю, мне кажется, если мы будем все друг друга все-таки более учтиво, более уважительно относиться, наверное, и вот таких проблем, о которых, которые вдруг нежданно, негаданно, таких ситуаций станет намного меньше, потому что очень много всяких происшествий, и со смертельным исходом, которые возникают, в общем-то, на ровном месте, на ровном месте, когда там всплеск каких-то эмоций, и это все приводит к таким серьезным, серьезным проблемам, когда идут там, как бы, фамилия на фамилию, и так далее, и мне кажется, здесь, да, понятно, что построить правовое государство, это очень сложный путь, но никакое правовое государство, наверное, не построишь, если не будет выработана какая-то некая общая культура поведения. Вот то, чем мы раньше гордились, да, и не только мы гордились, и нас восхваляли, в том числе и грузинские писатели, да, и говорили, там, воспитанный как абхаз, да, то есть вот этого мы, кстати, стали последние годы как бы резко у нас стало девальвироваться, и совершенно другие ценности мы схватили, и кажется, это проблема, и на этом все-таки, мне кажется, мы будем завершать свой эфир, мы будем на этой что-то, да, давай, давай. Это не было только на пессимистической ноте, я хочу сказать, что у нашего общества есть какие-то потенции, вот, например, перестали воровать на пляжах, я как пляжный человек, хочу сказать, что последние два-три, раньше воровали безбожные, даже мы, местные жители, приходя, мы по очереди купались, потому что невозможно было оставить, вот, сейчас абсолютно практически исчезло воровство на пляже, я даже не знаю, каким образом мы этого достигли, но достигли, многие стали пропускать пешеходов, даже не на зебре, вы знаете, то есть какие-то попытки, вот какое-то общество как-то все-таки пытается цивилизации, какие-то положительные тенденции, я вижу, но просто, есть надежды, да, общество хочет, жить, хочет, да, общество хочет, да, друг на друга, да, это же надо поддерживать, да, вот это надо поддерживать, то есть, я хочу сказать, что положительное что-то есть, вот надо, опираясь на это, работать дальше просто, и вообще внушать каждому человеку, это в школе должно быть, что государство от тебя зависит, понимаете, не только от власти, не от каких-то там государственных трудов, права, каждый из нас ответственен, знаете, вот без этого ничего хорошего не будет просто. На этом мы все-таки будем, наверное, закругляться, и я единственное, что пожелал бы, чтобы все-таки, да, я понимаю, это будет тяжелое испытание для тех, которые принимают решения, какие акценты проставить на весе, я думаю, если будут акценты проставлены по закону, в конце концов, и все стороны так или иначе будут, да, примут это, и только это и примут, только это и примут, да, справедливость, справедливое решение, да. И на этом мы будем прощаться, я напомню, что сегодня в гостях у нас была писатель Надежда Венедиктова, наш постоянный эксперт, Астамур Таня и Яйнал Хашик, до свидания, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.